Карповский рынок взят под усиленную охрану, там теперь дежурят бойцы ОМОНа. Напомню, вчера предприниматели, возмущенные тем, что судебные приставы прибыли для принудительного сноса рынка, в знак протеста перекрыли дорогу. Движение было перекрыто в течение 15 минут, но пробки из-за этого скопились огромные. Суть вопроса в том, что начиная с 2017 года рынок занимает территорию незаконно, так как договор аренды истек. Суд в конце концов принял решение о принудительном выдворении предпринимателей и сносе. Но вчера никаких действий по выдворению из-за бурного протеста предпринято не было, а сегодня с утра на рынке уже стоят автомобили полиции. Здравствуйте! Они сейчас в службах, она все в порядке. А почему именно на таком транспорте, почему именно здесь? А какой транспорт, условно говоря. Своеобразный, скажем так. Куда поставили, там и не съем. Все вопросы про службу ГОВД. Все, переезжаем. Как бы сроки оттягивали, оттягивали. По-моему, уже все, пришли к концу. Но у нас не одна точка, мы пока на другую точку перевозим все это дело. Но клиентов, возможно, потеряем каких-то. Соседи пока надеются на лучшее. Ну, не знаю. Все равно закроют рано или поздно. Ну, они ходят и говорят, что сроки, когда съехать, неделю дают до конца, понедельника, в принципе. Приставы просто приходят, принудительно говорят, ребят, расписывайтесь. И до понедельника, до 10 часов, чтобы здесь никого не было. Ладно, я не против. Если есть постановление суда освободить участок, значит, надо было цивилизованно за месяц хотя бы сказать людям, что там, товарищ, через месяц вы съезжаете, я бы нанял грузчиковую машину и отсюда вывез. Ну, если хотите, пойдемте в мой повеление, я вам покажу, как мне съехать отсюда за три дня. Вот, смотрите, смотрите, в каждом ящике сидит где-то примерно 50-60 стекол. Здесь примерно 40 ящиков. Плюс опускные стекла. Где-то, ну, порядка 7-8 тысяч наименовое наличие. Это стекло. Это не резина, не железка. Я его кидать не могу. Вы сами планируете освобождать или вы будете, как бы, ну, здесь на порядке? Я с понедельника начну выезжать. Ну, я сразу говорю, это минимум две недели. Это минимум. Потому что сейчас стекло возьмете, вы кладете? Оно стекло, это стекло. Его раз, оно разбилось. А стекла стоят от двух до 80 тысяч рублей. Это бизнес всей моей жизни. Вам главное начать? Если мы увидим, что вы как бы все собираетесь, соответственно, мы как бы вопрос, он не будет. Мы, по крайней мере, начнем собираться. Хотя бы планировать тут, формировать по ячейкам, так скажем. Вот света нет, ни компьютер не работает, то есть ни чек, то есть выбить не можем. То есть именно, то есть не получится работать с прямым покупателем. То есть те, кто приходит, вот посмотрите на улицу, сколько стоят покупателей, то есть ждут. Вот снимите, пожалуйста, вот на улице. То есть как, что, приехали купить, переобуться шины. Ну, в течение месяца, конечно, вывезу все. Ну, да, недели, две, месяц. Вы понимаете, что дело не только в вывозе. Нам не найти такую точку раскрученную. Мы ее 20 лет раскручивали. 20. Ну, во-первых, найти надо куда вывозить. И во-вторых... На чем? На чем, да. Не, ну на чем-то можно найти. То есть куда вывозить? Куда, куда вывозить? Куда вывозить? Это надо срочно куда-то вывозить. У меня там резки какие-то автомобильные. Это все не очень просто. А что делать-то? Ну, а что делать? Куда деваться-то? Вот, то есть вот они сегодня пришли, а они принесли требования о том, что до 30-го числа мы должны освободить это все дело. Для того, чтобы закрыть любой павильон, любой павильон, нужно предоставить рабочие места. Как все говорят по телевизору, вот вы все говорите, то, что нам предоставили Ларина. Вы на Ларину вообще ездили? Вы видели, какие там места? Я говорю, нам три года, там не дают провести освещение. А чего там нету? И нам выехать некуда. И перевести товар нам некуда. Просто вчера были совещания там, вроде вектор совещания был такой, что надо войти в положение даже не нас, а мелких предпринимателей, и отдать нам время, грубо говоря, для того, чтобы мы могли без социальных взрывов. И сегодня будем связываться, и будем проводить еще совещания, чтобы выходить как-то из этого положения. Кстати, на Карповском рынке работали более 200 индивидуальных предпринимателей. В правительстве области обещают помочь с подбором для них альтернативных площадок для торговли.